Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас вновь на моем канале. Спасибо, что заглянули. Вчера я заснула с мокрой головой, и вот такой шухер у меня получился. Правда, волосы получаются достаточно объемными, но они выглядят максимально неаккуратно, их обязательно нужно выпрямить. В общем, вот с такой головой я хожу сегодня с утра. Я вам снимала видео и показывала мою коллекцию украшений. Точнее, это была одна треть всех моих любимых изделий. Здесь те, которые я использую на постоянной основе, и сюда в эту коллекцию я хочу добавить еще одну цепочку. Вот такая невероятная красота цепочка у меня есть в форме жгутика. Здесь кулон тоже из магазина Sunlight, но дело в том, что цепочка из желтого золота, а кулон из красного золота. Правда, это не сильно заметно, классно переливается, даже фокуса особого нет. И вот мне хочется купить кулон для этой цепочки. Вообще, эту цепочку я покупала под этот браслет, который я покупала здесь в Баку. Мне он очень нравится, он что-то наподобие Пандоры. Очень крутой браслет, здесь 7 грамм. Я хочу кулончик какой-то подходящий под этот браслет, что-то наподобие шармиков или что-то такое. Есть не найду, правда, ничего не куплю, но все равно вам покажу, как я искала. В общем, что-то такое хочу и именно в желтом золоте. Я обожаю желтое золото. Это просто мой фаворит, обожаю. И, к сожалению, кулон я не подумала и взяла в красном золоте. Но это не сильно заметно на видео, мне кажется, вообще незаметно. Но когда ты носишь, это прям видно. Открыла шкаф и начала выбирать, что же я все-таки надену. Учитывая, что я живу в Баку, мой гардероб совершенно не подходит Азербайджану. В том плане, что у меня очень мало шортиков, у меня очень много платьев коротких, но на улице постоянный ветер. Ветер постоянно, все лето ветер. Поэтому надеть короткое платье просто не получается. Поэтому мне надо прикупить как можно больше шортиков. И я сегодня буду вот в этом луке надену этот кроп, или как по-русски, топик. Вот такой топик, очень красивый в тему будет. Это мой последний заказ Шейна. Я вам показывала, надевала все это дело. По мне очень нежненько смотрится. Буду как раз в этом. Вот я всегда так прихожу за одним, ухожу совершенно с другим. Мне очень понравился этот браслет. Это у них новинка. Посмотрите, как нежно смотрится. Очень утонченно, красиво. Как вы знаете, я очень люблю изделия полновесные. Здесь как раз 5 грамм золота. Небольшие камешки фионетики. И размерчик как раз мне на руку. Сказать честно, очень долго я топталась около этого браслета. Думала брать его или нет. И потом взяла вот это кольцо. Потому что оно мне как раз подходит. Это 16 размер. Очень красиво переливаются камешки. Это фионетики. 3 грамм золота здесь. Но когда я вышла из магазина, купив все, что мне нужно, я обнаружила, что сзади у кольца есть вмятина. Я вернулась назад. Признаться честно, брак был несущественный. И еле заметный. Но все равно это меня расстроило. И я решила все-таки вернуть это кольцо. И без вопросов мне сразу же вернули мне мои деньги. Ходила я долго. Смотрела разные изделия. Но снимала для вас только то, что мне очень понравилось. Мне понравились вот эти сережки. Как раз таки своим весом. Здесь почти 8 грамм золота. Очень такие они увесистые. Я люблю, когда изделия... Миллион раз об этом говорила. Скажу еще раз. Я люблю, когда в изделии достаточно золота. И изделие не хрупкое. Например, вот эти сережки. Здесь всего 1,5 грамм золота. И понятное дело, как только вы их наденете, они развалятся. Поэтому при выборе изделий всегда стараюсь выбирать полновесные. И в Sunlight, кстати, мне это очень нравится. Там можно сразу выбрать раздел полновесные изделия. И все изделия будут более-менее хорошего веса. Очень мне нравятся сережки кольца. Но, признаться честно, никогда в моей коллекции подобных сережек не было. Я вам рассказывала, что однажды мне пришлось продать все свои золотые изделия. И вот в них тоже подобных сережек не было. И вот сейчас я присматриваю, смотрю на застежки. Думаю, насколько это будет прочно, долговечно. Смотрю на кольца и прихожу домой, не покупая их. Я уже успела переодеться, надеть цепочку. Посмотрите, как красиво. Мне очень нравится. И вот эта рыбка, и максимально необычно смотрится. Очень нежно. Не знаю, я в восторге. Прям буду носить, не снимая. Вот как раз то, что я искала. Вот прям на все 100%. И цепочка у меня около 4 грамм. И кулон получается 2,3. Да, 2,3 грамма. Очень красиво. Нежнятина. Давайте покажу вам кулон немножко подробнее и поближе. Он увесистый, как я и люблю. Там были кулоны и по полграмм. Я решила взять полтора грамм. Чтобы наверняка, чтобы ничего не развалилось. Тем более цепочка у меня тоже не тоненькая. И туда надо что-то более-менее массивное. Здесь такая рыбка очень даже красивая. Кулон, я думаю, идеально. Просто подойдет к моему браслету. У меня получается такой мини-комплект, так скажем. Вообще, я люблю, когда у меня в шкатулке не просто лежат кулоны, а кулоны и к ним цепочки. Чтобы у каждой цепочки был свой кулон. Это обязательно. Вот сейчас взвешиваю. У меня, кстати, есть такие весы, я вам показывала. Здесь 1,22 грамма. После покупки любого изделия, приходя домой, я обязательно взвешиваю его на своих весах. Так и мне как бы легче, так скажем. И приятней. Преобладающее большинство моделей у нас в магазинах. Они похожи друг на друга, что-то наподобие. А вот такой кулон я, если честно, нигде не видела. И как раз то, что я искала. Посмотрите, как классно сочетается цепочка и браслет. Такое ощущение, что это просто комплект. И куплено это вместе. Это мы уже организовали. Теперь осталось найти классную цепочку для вот этого кулона из магазина Sunlight. Может быть, в самом Sunlight что-то выберу. А может быть, у нас в городе что-то подберу. Но обязательно у каждого кулона должна быть своя цепочка. Сегодня утром смотрела азербайджанского одного блогера. У меня тут такой бардак, что лучше снимать с этого ракурса. В общем, я смотрела одну девочку, и она показывала, как она собирает лук. Такая у нее крупная массивная бижутерия. Это смотрелось невероятно круто, очень стильно. Но когда у меня крупные какие-то массивные изделия, я себя чувствую максимально некомфортно. На других, на ком-то мне это безумно нравится. Я люблю, когда девушка на стиле умеет это сочетать. Но когда на мне крупные какие-то сережки, бижутерия, я себя чувствую максимально некомфортно. Мне кажется, что я выгляжу просто как цыганка и так далее. Поэтому я как бы предпочитаю покупать себе ювелирку. Или же можно купить себе бижутерию. Но что-то небольшое такое, не сильно массивное. Чтобы ушки не болели, чтобы я в этом могла и лечь спать. В общем, что-то такое. Ну а так, крупные изделия и девчонки, которые умеют это все сочетать. Вы, конечно, безумно красивые. Я на вас смотрю и на улице, и тут, и там. Вот такие какие-то крупные, красивые кольца. Вообще, я люблю, когда на девушке очень много бижутерии всякой. Или там ювелирки. Я люблю, когда девочка-девочка. Вот смотришь, она вот такая вот вся из себя. Но, к сожалению, либо мне это не дано, либо просто я не привыкла. У меня еще, знаете, как было? Когда я только-только начала пользоваться тональной основой. Когда я наносила тон на лицо и шла просто по улице. У меня было такое ощущение, что лицо чешется, особенно летом. Или все стекается с лица. А сейчас я могу просто целый день быть с тональником, выходить на улицу, гулять и так далее. Прекрасно себя чувствую, ничего не чешется, все офигенно. Наоборот, без тона уже некомфортно. Возможно, это дело привычки. Девочки, у нас проблемы. Твиксик заболел. Дурачок мой. Извиняюсь за подробности, но он не может писать. У него цистит. Он писает практически везде, по чуть-чуть. Очень долго не может настроиться. В общем, у него на фоне, наверное, стресса цистит образовался. Он недельку остался один дома. Наверное, у него был стресс. Я, конечно, не ветеринар. Я могу ошибаться. Но то, что он болеет, это, конечно, явно. И такие вещи нужно лечить сразу. То есть не откладывать. А то у животного могут появиться осложнения. Поэтому сегодня мы в 3 записаны к ветеринару. И с Твиксиком пойдем. Потихоньку уже надо двигаться. Время без 10.3. Слава богу, ветеринар недалеко находится. У нас вот такая переноска. Ее я покупала, когда Твиксика мы кастрировали. Очень надеюсь, что никаких проблем не будет. Самое главное засунуть сюда сейчас Твикса. Птичка в клетке. Ну что, погнали, малыш? Я еще с мусором. Тут у нас Твиксик бастует. Идем к ветеринару с богом. Надеюсь, что все пройдет нормально. Нигде посложнений у него не будет. Все-таки домашнее животное. Это тоже как ребеночек дома. Заболел малыш. Вот. По дороге я была приятно удивлена, что мой малыш, оказывается, вырос. И теперь 5 килограмм. Реально было очень тяжело его тушить. Но он по дороге вел себя очень даже мило. Особо не мяукал. И смирился со своей участью. Строссовать дурачок начал только при осмотре. Ему сделали все необходимые анализы. И выписали мне план лечения. Лекарства нужно было купить. Некоторые лекарства мы взяли прям у ветеринара. Я, правда, не врач. Но, как я поняла, ему выписали антибиотики успокоительные. Также мы сделали прививочку и еще кое-что. Мы уже дома сделали все, что необходимо. Еще я зашла в аптеку, купила все лекарства, которые прописал врач. И вы знаете, опять же, сталкиваюсь с одной и той же проблемой в Азербайджане, которая, на мой взгляд, уже никогда не будет решена. Дело в том, что все магазины, аптеки пытаются, чтобы ты оплатил покупку налично. Я сказала, что у меня нет налички. И действительно, все, что было наличка, я отдала врачу. Потому что я не знала, конкретно, сколько денег мне необходимо для врача и для покупки лекарств, у меня уже налички не хватало. И девушка сказала, что аппарат у нас не работает. А потом я сказала, что налички у меня нет. И она с таким одолжением так посмотрела на меня, как будто я ей должна 1000 долларов. И такая вытащила аппарат. И такая, давайте. Неужели обслуживание терминала стоит так дорого? Недавно, кстати, приняли закон, что в любом магазине должен стоять терминал. Спасибо государству за это. Но все равно люди, частники, у которых свои магазины, аптеки, к сожалению, не придерживаются этих правил и каждый раз по возможности стараются отказать по плате карты. Это безумно неудобно. Врач еще интересовался насчет его аппетита. Аппетит у него зверский. Причем ему нравится именно сухой корм. Жидкий он в последнее время вообще не ест. Молочко пьет. Все, что я даю, он кушает. С большим удовольствием. Аппетит у него очень хороший. Я в свою очередь очень надеюсь, что лечение пойдет ему на пользу. Влог у нас получился достаточно короткий. Но надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok